Всем привет! Хочу показать весенние работы в саду, как я запахиваю азимую рощу. Чуть позже я расскажу вам, как я победил проволочника, а также поделюсь методом борьбы с паршой. И бонусом покажу самодельный задний ход на моем культиваторе, как просто и с минимальными затратами сделать задний ход. Заводим нашу ласточку. Включаем заднюю скорость и пошли на новую борозду с ботом. Заводим нашу ласточку. надо сейчас еще пройдусь потому что видите не вся перемолота обязательно надо чтобы она ушла под землю перегнила еще раз придется пройтись но теперь представьте говорят там там грабли тяпками заделать ну вот у меня здесь сколько здесь ну наверное сотки две наверное полторы не знаю извините меня там шесть лошадей но я устал хотя помощь то сильным как то все равно это а представьте себе тяпочка это дело все скосить так что не получается удовольствие такой работы но дело очень нужное очень нужное дело то земля самое удивительное было что что самое удивительное что я очень много долго боролся с проволочником все только не делал всякий там залу селедку лакал клал в лунку там с картошкой ловушки ставил там то есть кусочек картошки закапываешь ставишь там проволочку или палочку выкапываешь потом их там топишь бесполезно то есть когда я купил здесь были солдатские поля очень много было проволочника я не знал что делать то есть когда по осени выкапываешь ставка только сидит 5-6 этих хвостиков но неприятно было и вы знаете там специально покупал средства всякие там борьбы с проволочником и в итоге покупаю покупаю сажу рожь и на следующий год вы представляете я не нашел ни одного ни одного червячка то есть они выдавливают капитально рожь капитально выгоняет во-первых его так называемый дом асот асот пырей где он в корнях живет проволочник вот она увидите нету вот где-то там один хвостику попался там какой-то заразы а вот но это редкость видите то есть это исключение поэтому жить ему негде он проволочник уходит я не думаю что он погибает он просто куда-то уползает другие места вот значит ну и еще одна проблема решил значит это года два назад я купил сток ну как сток не столько этот колесико купил часа солнце уйду вот купил вот такое колесико соломы не сено именно именно солома и теперь я каждый год значит перепахов потом делаю бороздку опять с помощью крота мотокультиватора в одно место сошника у меня идет вместо сошника у меня идет окучник то есть я делаю бороздку делаю бороздку потом накладываю туда соломы таким нормальным небольшим не тонким слоем то есть на нее раскладываю картошку и граблями заделываю и вот проволочника избавился с помощью ржи а солома помогла мне избавиться от парши то есть получается когда она пригнивает во влажной среде солома так называемая появляется сенная палочка это не что иное как будем говорить производное гниение сена соломы вот она то есть достаешь картошку будем гореть там где солома была такой белый-белый налет вот он убивает все всю патогенную флору ну и хотелось бы поделиться как я сделал заднюю скорость без нее было очень тяжело очень тяжело сами понимаете все таки он где-то около 56 килограмм вешает ну тяжеловато им как лица воротить его без задней скорости вот я сделал значит но это я взял в интернета спасибо огромную интернету огромное спасибо просто слов нету какой какое счастье интернет а ну здесь я почему показываю это все есть два шкива это все вот система вся а сейчас вот это все это все из интернета взято я хочу похвастаться так называемых вот этой рукояткой заднего хода вот чем я хочу то есть сначала кого извиняюсь плохо видно значит это все понятно с интернета хочу поделиться с вами вот этой ручкой то есть вот она болтик простой тяга здесь чтоб не соскальзывала видите сделал такую штуку вот сначала хотел как как говорится все такой же вот ну заводская такая же здесь ручка стоит такая же в точности ставится сюда нажимается но когда взял думаю попробую натяну веревочку просто взял веревочку потяну у меня хорошо сработало тогда вот поставив рычаг я уже вот будем ведь три года наслаждаюсь просто безумием во первых я тяну она мне уже тянет сюда понимаете вот видите то есть я как бы нажимаю но и помогаю его потом дальше когда он же у меня с отвалом еще то есть летом он пашет а зимой и оставлю впереди отвал и убираю очень чудесным образом как будто трактором мини трактором убираю снег у меня площади большие клан автомастерской тем более на двух этажах поэтому лопата это была смерть и спина у меня потом потом не то что работать сидеть не хотелось такая спина болела вот я купил эту штуку значит отвал купил и стал пользоваться но представляете вытаскиваешь этот бурт бурт вытаскиваешь с отвалом на гору снега и потом эту ручку надо вот так вот нажимать и тянуть то есть в состоянии практически ну как говорится в это самое так наклонно в наклон да еще тянуть а теперь вот по разу наклонен у меня я вот нажимаю вот и он у меня выходит сам сейчас я покажу на заведенном чтобы не быть голословным то есть стало настолько все удобно просто слов нет вот смотрите этот механизм здесь все понятно здесь два шкива задний реверс получается здесь здесь все понятно здесь а вот я хочу поделиться рычагом не надо никаких таких вот там делать всякие такие приспособления кросик здесь ролик ролик и вот смотрите вот смотрите а вот эта система мне понравилась больше вот рычаг еще раз показываю понятно во-первых я уже тяну тяну его так же помогая ему ну помогая задним ходом идти ему особенно это где-то когда тягу в глубоком или в пахоте ну и просто проще не придумать правда я бы сначала хотел гнуть такие рычаги вот изгибать там что-то там мудрить а потом когда дернул смотрю не поставить рычаг и вот он получилось у меня сейчас уберу и вот получилось причем вот настолько просто тяну Второй раз я прохожу уже без сошника. Вот мне не цель, как говорится, углубиться, а цель, просто чтобы рожь нарушить ее корневую, ну и запахать в землю. Потом уже второй раз я хожу без сошника, делается плотненько, ну то есть надо мне ее выставить. Вот такая автоматика. Выставить, выставить. Надо мне его убрать легким движением ноги. Он убирается. То есть получается, что не работа, а в радость. Вот такие. Вот такая фильма. Очень хорошо работать, когда есть помощники. Получается, ну просто в удовольствие, то есть и спина не отнимается, ни руки не немеют. Приходишь домой, ну конечно устаешь, но будем говорить в сто раз меньше, чем работать ручными инструментами. Как-то так. Всего доброго. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что-то, ну что-то увидели интересное. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok